Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому не забудьте досмотреть его до конца и поддержать трагерцовым лайком. И с вашего позволения я начну с рекордного количества разъемов для доп питания. Видеокарты EVGA серии Kingpin всегда были особенными и максимально выделялись от привычных ускорителей. Как я уже рассказывал, EVGA комплектует свою RTX 3090Ti Kingpin блоком питания на 1600 Вт, у которого нету новейшего 16 пин. Для решения вопроса компания добавила в комплект поставки переходник Powerlink 52U, оснащенный пятью обычными восьмиконтактными коннекторами. Другими словами, они сделали переходник с 5 и 8 пин на 2 16 пин, что на данный момент абсолютный рекорд по количеству 8 пинов. Два новейших 16 пин в теории способны передавать на ускоритель до 1200 Вт мощности, чего будет более чем достаточно даже для максимального разгона. В свою очередь пять обычных 8 пин могут обеспечить передачу до 750 Вт, чего также хватит с запасом. Так что под RTX 4000 можно готовить не только 4,8 пин, но и все пять, если они конечно им понадобятся. В конце этого месяца AMD и Intel отчитаются о финансовых результатах второго квартала, а Nvidia сделает это только в августе. Но уже сейчас отраслевые аналитики формируют свои прогнозы о влиянии последних событий на деятельность этих компаний. По мнению экспертов Сити, падение спроса на видеокарты из-за криптозимы будут сказываться на выручке Nvidia вплоть до 2024 года включительно. Авторы поясняют, что против зеленых будут играть сразу два фактора. Это снижение спроса на ПК в целом и огромные складские запасы видеокарт в розничных сетях. По мнению представителей Сити, снижение выручки от игровой продукции в ближайшие два года будет оказывать негативное влияние на общие доходы компании, которые в этом году сократятся на 9 % от раннего прогноза. Доходы зеленых следующего года аналитики сократили на 7 %, а также продлили эффект нынешних явлений на 2024. Специалисты GK Benz очертили перспективы снижения игровой выручки Nvidia более конкретно, заявив о возможности ее сокращения на 20 % по итогам третьего квартала. А второе полугодие в целом, по мнению авторов, будет сложным для компаний Nvidia, Intel, AMD и Qualcomm. В общем и целом история повторяется, и криптозима уже второй раз в истории приходит не только в крипту, но и в Nvidia. А совпадение с падающим рынком ПК ударит по компании Хуанга еще больше, тогда как последние полтора года она купалась в шоколаде со сливками. Между тем на Алиэкспрессе RTX 3050 продается за 27 500 рублей, а RX 6600 стоит на 500 рублей дешевле карточки Nvidia. Ссылочки же на этих двух народных любимцев я оставил как всегда в описании и в закреплённом комментарии. Intel Arc A750 в исполнении Limited Edition уже засветилась в видеоролике обозревателей Gamers Nexus из США. Эта модель была показана в обзоре бюджетной A380, но подробностей о ней пока никаких не рассказали. Тем не менее полноценный обзор предтоповой видеокарты Intel для настольных ПК уже был обещан и соответственно мы теперь знаем как будет выглядеть лимитированная дисктопная A750. Кстати там еще проскакивала очень мыльная фотка какого-то нового дизайна Intel, которую я постил в Телеграме, ссылка на который всегда есть в описании. Согласно свежим данным, топовый GPU Navi 31 для условной RX 7900 XT может получить огромный объем специальной кэш-памяти Infinity Cache. Нынешний Navi 21 имеет 128 мегабайт такой памяти, а Navi 31 должен получить 384 мегабайта, то есть втрое больше. Причем Infinity Cache будет реализован не так, как в текущем поколении карт AMD. Если ранее все утечки и слухи указывали на то, что Navi 31 будет двухкристальным GPU, то последние данные говорят о монолитном кристалле. Однако сейчас источники также говорят о том, что вокруг GPU либо поверх него будут расположены чипы MCD с кэш-памятью Infinity Cache. Всего таких чипов будет шесть, а три из них могут получить еще и дополнительные чипы посредством технологии 3DVCache. В итоге GPU будет иметь 256 мегабайт кэш-памяти Infinity Cache и еще 128 мегабайт посредством микросхем 3DVCache. И кроме того такая конфигурация означает, что фактически GPU будет состоять из десяти чипов. Причем подобная информация уже попадала ранее в сеть, так что есть вероятность, что именно так и будет выглядеть Navi 31. Компании MSI, ASUS и ASRock сообщили, что их существующие материнские платы на чипсетах Intel 600 серии смогут работать с будущими процессорами Raptor Lake. Поддержка новых чипов традиционно будет добавлена через свежие версии BIOS. ASRock заявила, что ее платы на чипсетах Z690, H670, B660 и H610 получат поддержку процессоров 13-го поколения. ASUS в свою очередь пока сосредоточилась на обновлении моделей на чипсете Z690, а MSI также как и ASRock заявила, что обновит множество своих моделей. Таким образом, общее количество плат, которые смогут работать с новыми процессорами Intel, составляет 106 моделей. И конечно же все производители готовятся приставить новейшие платы на чипсетах 700 серии, но про старые вроде как не забыли. Компания Twitter, от покупки активов которой в пятницу публично отказался Илон Маск, подала иск в арбитражный суд Делавера. В нем она призывает органы правосудия принудить миллиардера выполнить взятые на себя в апреле обязательства, а именно купить активы Twitter по цене 54,20 доллара за акцию. Сторона обвинения настаивает на том, чтобы дело слушалось в ускоренном порядке в сентябре текущего года. И тут стоит отметить, что с момента отказа Маска курс акций Twitter только за первые сутки упал на 12%, а всего с начала года они растеряли в цене 21%. Сам же Илон ранее обвинил компанию в отсутствии информации о ботах и в том, что они проводят кадровые изменения без согласования с ключевым акционером. Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter, что планирует отдать практически все свое состояние благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation. В этом месяце он перечислит туда 20 миллиардов долларов из 129 имеющихся. Он говорит, что я планирую отдать фонду практически все свое состояние. В результате я сдвинусь вниз и в конце концов выйду из списка самых богатых людей мира. Сам же фонд Билла и Мелинды Гейтс был создан в 2000 году, и они считали, что у каждого человека должен быть шанс прожить здоровую и продуктивную жизнь. Компания Valve не видит проблемы в конкуренции своей портативной консоли Steam Deck с недавно представленным мини-ноутбуком Win Max 2 от компании GPD. На удивление, Valve предложила сотрудничество в вопросе оптимизации SteamOS для мини-компьютера GPD. Ноутбук Win Max 2 может предложить в качестве основы процессор Core i7 1260P или Ryzen 7 6800U. Данный девайс оснащен органами управления, которые обычно встречаются у игровых геймпадов, поэтому он скорее даже не ноутбук, а игровая консоль. Как показывают первые тесты, версия на базе Ryzen 6800U гораздо лучше подходит для игр из-за мощной встройки, чем вариант на базе Intel. По сути же тут 12 ядер графики RDNA 2, тогда как у Steam Deck их всего восемь, так что Win Max 2 даже быстрее консоли Valve. Представители компании GPD подтвердили, что с ними связалась Valve и предлагала оптимизировать SteamOS для их системы на базе Ryzen 6800U. Причём в компании отметили, что хотят согласиться на это предложение, а вопрос оптимизации может занять около полугода. Таким образом Valve получит больший охват аудитории в своём Steam, а расширение SteamOS однозначно позитивно скажется на популярности системы. И тут даже очень сложно говорить про конкуренцию со Steam Deck, так как от такой сделки выигрывают абсолютно все, а SteamOS становится сильнее. Возможно, у Valve изначально был подобный план по развитию своей операционной системы, так как эксклюзивность в этой сфере, наверное, не самое лучшее, что можно придумать. Тем более, когда есть такой гигант как Windows, который и ставится на портативные консоли конкурентов Steam Deck. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его порошатым лайком и подпиской. Я же как всегда говорю огромное спасибо всем, кто поддерживает выпуски и сам канал. Еще больше новостей вы как всегда можете найти в моем телеграм канале и группе в ВК. До новых встреч, друзья!